Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. В ближайшие 10 минут о событиях города и области. Коротко о том, что сегодня в выпуске. Новые ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. На главной ёлке Десногорска погасили огни. Итоги работы Десногорской дорожной полиции за 2017 год. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Пенсионный фонд начал принимать заявления на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. С 2018 года такая возможность появилась у семей, в которых после 1 января появился второй ребёнок. Ежемесячная выплата в размере 10 201 рубль положена в том случае, если средний доход на каждого члена семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года. На Смоленщине он составил 11 178 рублей. Соответственно, доход неполной семьи из троих человек, мама и два ребёнка, не должен превышать 50 000 рублей. А доход полной семьи из четырёх человек, родителей и два ребёнка – 67 000 рублей. Получать такое пособие семьи смогут максимум до достижения их детьми полуторагодовалого возраста. Ежемесячная выплата не будет назначаться, если родители предоставили недостоверные сведения о доходах или лишены родительских прав. Ещё в 2018 году у жителей Смоленской области выросли пенсии. Страховые, включая фиксированную выплату неработающих пенсионеров, выросли на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год, как сообщает отделение Пенсионного фонда по Смоленской области. С 1 апреля социальные пенсии работающим и неработающим пенсионерам повысят на 4,1%. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, обещают проиндексировать ориентировочно на 3,2%. Новогодние праздники и каникулы завершились 15 января на Центральной площади. Погасили огни на главной ёлке города. Три недели на главной ёлке города горели огни. В отсутствии снега праздничное настроение дарило именно это хвойное дерево. Украшенное гирляндами оно до сих пор радует взор. Сегодня пришли дети попрощаться с новогодней красавицей. А Дед Мороз и Снегурочка не давали детям заскучать, играя и танцуя с ними. Сегодня маленькие десногорцы собрались на главной площади города погасить огни на ёлке. Несмотря на мороз, ребята активно участвуют в развлекательной программе. Ребята поделились своим впечатлением о прошедших праздниках. Что тебе Дед Мороз подарил? Мне подарил он шкаф Барби. Я хотела салют пускать. А ещё мы открывали подарки. Я помогал маме и папе. Помогал убираться дома, мыть посуду. Что тебе Дед Мороз подарил? Машина, о которой я мечтал. Мы под ёлку прятали подарки и потом смотрели, какие. Получу я подарок, какие. Какие я получил подарок. Мне очень он понравился. Мы играли с папой снежки. Мы ещё играли в царь горы. И ещё мы играли. И ещё мы играли в прятки. И в догонялки играли. Похлопайте, ребята. Скажите Дедушке Морозу и Снегурочке до свидания. До свидания, ребята. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. 1 января вступил в силу закон о самогоноварении. Он разрешит сотрудникам властных государственных организаций изымать у жителей незарегистрированное оборудование для производства этилового спирта. За наличие одного такого инструмента грозят следующие штрафы. Для обычного россиянина – от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностного лица – от 20 до 50 тысяч рублей. Для юридического лица – от 100 до 150 тысяч рублей. При этом на законодательном уровне закреплено, что под обязательную регистрацию подпадают только такие установки, производственная мощность которых превышает 2 тысячи литров. Сотрудники ГИБДД Десногорска подвели итоги работы за 2017 год. Штатная численность сотрудников Десногорского отдела ГИБДД составляет 9 человек. Ежедневно они несут свой служебный долг. Инспекторский состав в любые погодные условия выполняет пресечение нарушений правил дорожного движения на Десногорских улицах. И регистрирует дорожно-транспортные происшествия. В 12 месяцев 2017 года на территории города Десногорска регистрировано 363 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили ранения, 2 погибло. За 12 месяцев отделением ГИБДД пресечено 4600 административных правонарушений. В настоящий период времени с 15 по 21 число на территории города проводится операция «Пешеход». Также сотрудниками осуществляется освещение вопросов безопасности дорожного движения в местных СМИ, в образовательных учреждениях города и в местах массового скопления и пребывания горожан. В Смоленской таможне новый начальник им назначен Вячеслав Романовский, который до этого занимал аналогичную должность в Воронежской области. Приказ о его переводе был подписан 9 января. Новый руководитель таможни родился в Узбекистане, город Алмалык. Имеет два высших образования. В отношении прежнего начальника Смоленской таможни Иосифа Лужинского возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. На трассе М1 в посёлке Красная Горка задержаны более 36 тонн овощей и фруктов. Подозрительные гранаты, кабачки, томаты и перцы задержали межведомственные мобильные группы. Овощи и фрукты хотели перевезти в Россию с территории Беларуси без фитосанитарных сертификатов и сопроводительных документов. Товар уничтожен на полигоне в Кучино. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 120 сообщений о происшествиях. Из них 11 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 115 административных правонарушений, в том числе и 91 нарушение правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 9 человек. За 2017 год более 16 миллионов рублей сгорели в огне, как сообщают огнеборцы Смоленщины. Такой материальный ущерб нанесли пожары Смоленскому региону в минувшем году. Чаще всего горели здания жилого сектора более 400 пожаров. Сараи, бани, гаражи и прочие хозяйственные постройки горели свыше 200 раз. Огонь и дым за год унесли жизни 86 человек. В списке погибших – один ребёнок. Причиной возгорания являлись нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.